всем огромный привет продолжаю заканчивать свою вышивку история любви 3 и под эту вышивку бисером я хочу ответить на вопросы рукодельного тега который придумала даша де баре и он называется рукодельный парадокс или вышивальный парадокс до называется вышивальный парадокс очень интересные вопросы свежие мне очень понравились спасибо дашенька тебе большое за вопросы ну попробую на них ответить какие-то вопросы меня даже заставили задуматься давайте обо всем по очереди итак первый вопрос я вышиваю но не вижу готовую работу себя в интерьере бывало ли у вас такое если да то расскажите о судьбе таких работ сейчас сейчас вряд ли я буду вышивать работу которую я не вижу как бы нигде я не вижу ей применение а раньше добывала сплошь и рядом ну хотя до сих пор я так иногда делаю я покупаю наборы ну хотя бы у меня есть какая-то идея куда это применить но раньше я например покупала набор и его например отшила если вы помните у меня была такая работа достаточно большого формата называется золотые рыбки мне кажется там японка с фонариком и с рыбками и я купила именно этот набор потому что мне нравится сюжет понравился сюжет на тот момент правда это было давно лет десять назад но это не суть но я его купила просто для того чтобы попробовать красную канву вышивку на красной канве этот набор у меня отшился в прошлом году я его показывала и в каком-то рукодельном дневнике и возможно в итогах года но этот раб эта работа который является по своей сути абсолютно интерьерной работой по размерам она больше никуда не подходит джет у меня свернутой потому что в интерьер мой интерьер она не не вписывается вообще никаким образом никаким боком у меня совершенно нет ничего связанного с японии с востоком в интерьере поэтому поэтому вот так вот то есть она лежит у меня ожидая чудо в ожидании чуда мы же должны верить чудеса пусть она произойдет и она дождется второй вопрос я знаю что очень быстро остываю к определенным сюжетом и вкус у меня постоянно меняется но я все равно покупаю 25 набор свою коллекцию я не быстро остываю к сюжетам вкус и действительно у меня меняются хотя не очень сильно у меня эклектичный вкус мне нравится многое что представлена вообще на вышивальном рынке и ну единственное я конечно понимаю что всего выше просто невозможно но я все равно конечно покупаю 25 набор вы знаете почему потому что когда его покупаю у меня есть причина купить этот набор то что произойдет дальше мы ведь не знаем что будет с нами конечно я понимаю что всю свою нору возможно и никогда не отошью но но это наша жизнь может все равно что-то делаем или что-то приобретаем в любом случае в избыточном количестве но порой в избыточном количестве кто-то например покупает много еды кто-то покупает много косметики кто-то покупает много сумок скажем-то одежды которые не помещается в шкафа одеть все до сих пор нечего ну вот я не говорю про всех я говорю про то что покупки это все-таки такой достаточно лечебный процесс в определенной степени вот если есть возможность купить 25 набор я его покупаю в надежде что я его когда-то отошью может быть немножко отошла от сути вопроса мутами такой ответ получился следующий вопрос очень нравится картинка но вышивать бы такое не стала бывало миллион раз миллион раз мне очень много нравится картинок но например по той же причине что она мне никуда не вписывается я вот это не отошью либо мне нравится картинка но я понимаю что я возможно столкнусь какими-то трудностями при отшиве этой картинки я не готова к этим трудностям сейчас поэтому я и не берусь я думаю что до всего надо как бы дозреть и не говорю что я никогда не буду отшивать что-то возможно что-то когда-то по какой-то причине мне захочется отшить или я должна буду отшить но миллион картинок которые действительно мне очень нравится но я понимаю что просто никакой физической возможности всего вышить нет следующим на вопрос в наборе демси и в моточках демси а цвета разные бывало ли у вас такое если да то с какими производителями да со мной бывало я кстати была в таком небольшом шоке от этого явления это случилось у меня с набором от мелхилл так как мелхилл прописывает вообще номера ниток которые они используют в наборе а ниточки у них демси и кладут они порой достаточно щедро остается много ниток я решила остатки намотать на бобиночки уже существующих ниток и каково же было мое удивление что я наматываю нитку я понимаю что она другого оттенка что я бы не сказала что это один и тот же цвет и так у меня случилось не то с двумя не то с тремя вариантами ниточек я как бы даже не верила своим глазам сверяла по номеру несколько раз думаю может быть я что-то с номером ошиблась потом пыталась смотреть по карте ища какие-то соответствия более точные но так ничего не нашла то есть для меня вот это было большим удивлением не знаю за чего так случилось ну вот так случилось шестой вопрос нет прошу прощения пятый вопрос нравится как выглядит работа на определенном каунте но ненавижу на нем вышивать бывало на этот вопрос отвечу таким образом тут наверное не вопрос в каунте что я например не люблю вышивать на мелком каунте или что сложнее вышивать на мелком каунте так как уже глазки не совсем хорошо видят наверно здесь даже вопрос не в каунте а в сложности работ работ работы когда-то я вышивала ангела небольшого ангелочка от dimensions 13 на 18 на 18 каунте набор был но при этом нужно было отшивать звездочки вокруг в несколько сложений нитей и добавлять еще металлизированную вот на этом я сломалась то есть это было очень сложно тогда когда я отшивал этого ангелочка это была моя ну скажем не первая работа но может быть работа 3 4 5 ну то есть у меня не было достаточного навыка чтобы я могла с легкостью с этим справиться или чтобы я вообще понимала эти трудности не могу сказать что мне не нравится отшивать на каком-то каунте мне мне нравится на разных мне очень нравится именно переходить с каунта на каунт после равномерки например я с большой любовью возвращаюсь к аиде после 14 каунта или после 16 каунта я например с большим удовольствием отшиваю на десятом каунте а когда опять перехожу к равномерному переплетению то это вообще просто за счастье то есть нет со мной там него этого не бывало просто бывали вот такие сложности когда каунт не подходит к определенному сложению нитей ну это вот дименшенс у нас любит так развлекаться и нас развлекает на по пять по шесть сложений и вперед а какой каунт каунт все выдержит следующий вопрос очень хочется отшить парную работу или триптих есть специальное место на стене но после отшива 1 2 и 3 вышивать уже не хочется что делаете вот этот вопрос меня действительно заставил задуматься потому что при покупке я вообще любительница покупать парные работы или триптихи то есть работы которые можно повесить на одну стенку они будут смотреться в одном стиле но если вы смотрели мои покупки вы знаете о чем я говорю даже вот эту работу бисерную я все равно купила 2 то есть история любви 3 и история любви еще какая-то под номером не то 1 не то 2 где идет мужчина под зонтом вот я вижу в интерьере эти парные работы я не могу купив одну не купить вторую и это у меня происходит буквально на каждом шагу от фью крафт я купила два набора овощей как-то давно я покупала домики я купила три набора похожих разработок потому что я понимала что они очень органично будут смотреться на стене но вот что меня заставило задуматься что действительно происходит так что я отшиваю работу а вторая у меня каким-то образом откладывается откладывается я раньше даже не отдавала себе отчета в этом возьмем даже недавний абсолютно отшив у меня отшились коктейли два коктейля на кухню на стенке я даже повесила их они уже висят на стене и у меня есть готовая как бы подборка для второго коктейля они вышиваются по авторской схеме к ним купленные рамки языке и к ним куплены специальные паспорту под эти коктейли но я никак не могу приступить ко второму коктейлю хотя понимаю что там вышивки дня на два не надо максимум почему я даже не могу ответить на этот вопрос что делать но вот я думаю что теперь когда над этим я задумалась то возможно я усилием воли заставлю себя начать отшивать вторую работу в моем случае мне главное начать то есть вот возможно стартовать мне сложно но когда я втягиваюсь то я в принципе дело завершаю в одних случаях очень быстро других не очень быстро но все равно это уже первый шаг к результату наверное так так что даже спасибо тебе огромное за такой вопрос я думаю что он даже изменит каким-то образом мое вышивальное поведение седьмой вопрос я вышиваю долгострой только из принципа его закончить но не хочу вышивать это про вас это вообще не про меня то есть вот никаким боком это не про меня я вообще мало что из принципа делаю тем более занимаюсь вышивкой вышивка это часть моего удовольствия мне нисколько не напрягает например отложенные работы если там возникли какие-то трудности и проблемы я знаю что со временем эти проблемы решаются и решатся мне главное получить удовольствие от вышивки конечно важный получать результат но я считаю что у меня вполне много результатов интересно да так вот интересно трогать наверно те звуки которые кому-то нравится кому-то не нравится так вот о чем я дошивание долгострой с принципа нет нет не про меня совсем совсем не про меня могу начать дошивать дал долгострой с принципа вот начать да но если он у меня не пойдет опять то он опять будет заброшенных работах то есть принцип со мной не работает я стараюсь жить по таким принципам которые работают именно в моей жизни давайте перейдем к следующему вопросу подарили набор сюжет не нравится вышивать не хочется но передарить или продать рук рука не подымается это же подарок бывало ли такое да со мной бывало действительно мне был подарен однажды набор нашими друзьями которые не занимаются вышивкой вообще рукоделием вообще и вышивкой частности я показывал этот набор где-то и когда-то так сейчас посмотрю кому здесь ошиблась точно моя подруга решила меня порадовать на день рождения это было года два назад или год назад полтора наверно года назад потому что день рождения меня в октябре она купила мне набор от панна такой достаточно большой набор я бы сказала не из дешевых но панна вообще у нас не славится дешевыми дизайнами и наборами корзина с розами мне кажется там желтые какие-то или розовые розы и вот настолько она не попала вам мой вкус мне не нравится не цветовое сочетание мне не нравится не композиция мне не нравится не корзина то есть вот я несколько раз брала от набор в руки смотрела пыталась хоть за что-то зацепиться но абсолютно ничто не цепляла вот есть такая неудачная история подарка я не могу сказать что у меня не поднимается рука его там перепродать или переподарить ну просто случай наверное еще не подвернулся если вдруг встретиться человек которому понравится этот набор мне захочется сделать ему приятное то вообще без проблем делу с удовольствием передарю и вообще считаю что подарка можно относиться спокойнее не только к своим но и не только к чужим но и к своим подаркам то есть когда ты даришь конечно ты подбираешь подарок ты человека тебе очень хочется чтобы человеку нравилось тебе очень хочется чтобы человек пользовался этим но если вдруг если вдруг что-то не так ну то есть я хочу сказать что ты подарил и на этом твоя миссия закончена то есть все что когда нужно было волноваться и когда нужно было об этом думать это до того как ты подарил подарок то есть ты сделал все от тебя зависящее чтобы этот подарок был приятен одариваемому а дальше все я считаю что человек может делать этим подарком все что ему заблагорассудится потому что теперь этой это его вещь если мы говорим сейчас о вещах это его вещь вот каким таким образом следующий вопрос главное для меня это как выглядит лицо работы но в процессе отшива всегда думаю как же там моя изнанка и пытаясь вышивать идеальный это про вас на этот вопрос отвечу таким образом так как я училась вышивать по инструкциям к наборам первая такая сознательная вышивка скажем так у меня случилось по набору то в наборе всегда в инструкциях всегда четко прописано как нужно начинать и как нужно закреплять с чего начинать да и каким образом закреплять нить и обычно пишут что следите за аккуратностью изнанки кроме того вот в каких-то начала нулевых годов когда стал активно развиваться интернет именно у нас то создавались естественно группы вышивальщиков людей со схожими интересами и там очень мне кажется подробно и очень часто поднимался вопрос об идеальной изнанке я да я волновалась больше про свою изнанку вот у меня есть работы того периода мне кажется это два набора от фирмы золотую руну в сепии выполнен цветок тюльпана и цветок анимона вот на тех работах изнанка просто идеальная там протяжек но только закрепление только если вы не хотите даже чтобы были видны закрепления вы можете их вообще закрепить на лице на знанка там просто идеальная однако лицо сами крестики на лице конечно оставляют желать лучшего сейчас у меня совершенно противоположное мнение сейчас я волнуюсь об изнанке гораздо гораздо меньше мне интересно именно вышивать красивыми крестиками не могу сказать что я достигла какого-то там результата идеальных крестиков или уровня такого профессионального уровня идеальных крестиков но естественно мои крестики все лучше и лучше от вышивки к вышивке тут конечно зависит им много причин и какие ниточки в работе и как работа натянута и какими иголочками все это выполняется то есть вот совокупность этих причин дает результат на лице изнанка сейчас меня волнует гораздо гораздо меньше ну хотя бешеные изнанки у меня никогда не было мне кажется более-менее приличная до следующий вопрос 10 мне нравится определенные цвета и оттенки но вышивать ими не люблю это про вас нет это не про меня я думаю что он но опять же мне нравится практически все цвета самое главное это сочетаемость этих цветов мне нравится и пастельные оттенки мне нравится яркие цвета мне нравится определенные работы в сепии ну скажем там вот не все но очень многие не могу сказать что я там чем-то не люблю вышивать для меня это несколько такой вопрос из разряда когда бы не задала себе а вот пожалуй и все это был последний вопрос еще раз спасибо дашеньке за такие интересные варианты вопросов мне было интересно рассуждать и отвечать на них я надеюсь что и вам не было совсем скучно со мной всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения и до новых встреч всем пока